Представитель компании-производителя инвалидных колясок Катаржина привез технологичное изделие предприятия ветерану боевых действий Александру Ткаченко, жителю поселка Монина. Здесь насос ручной, но он высокого давления, то есть колеса накачивает. Комплектуруть ключи, если их включить, подножку переставить. Ветераны специальной военной операции, имеющей инвалидность, бесплатно получают по линии Социального фонда России средства реабилитации. Однако установленные законом конкурентные процедуры до сего момента не позволяли им выбрать то, что хотелось бы по потребностям. Теперь это исправлено. Приобретение колясок и других средств реабилитации софинансирует созданный весной прошлого года по инициативе президента Государственный фонд «Защитники Отечества». Технические средства реабилитации решили приобретать у организаций, которые готовы работать с электронным сертификатом, с доплатой от Государственного фонда «Защитники Отечества». У Александра Ткаченко был электронный сертификат от соцфонда на 71 тысяч рублей. А получил он легкую и технологичную коляску серии «Пикник» с титановой рамой по индивидуальным размерам, которая стоит 170 тысяч, в два с половиной раза дороже. Разницу производителю доплатил фонд «Защитники Отечества». Александр стал первым в Московской области, кто получил коляску по новой схеме. Это первый опыт, почему мы сегодня здесь собрались и такое событие. Я считаю, что это серьезный элемент деятельности фонда «Защитники Отечества». Кресло-коляска хоть и является средством реабилитации инвалидов, но называть таковым 25-летнего Сашу совсем не хочется. На СВО он попал в октябре 2022 года по мобилизации, хотя мог и избежать ее как сотрудник муниципальной службы благоустройства. У меня была бронь, я от брони отказался и получил повестку военкомат на саму мобилизацию. Все, 8 октября я уехал, рота у меня инженерно-саперная, рота была, то есть я сапер. Очень много работы было нам, работали день и ночь, вечер, без разницы, в любое время выходили, выезжали, минные заграждения делали, минные поля, также делали проход к позициям, к хохлам, так сказать. Боец с позывным «Космонавт» выполнял боевые задачи на Харьковском направлении. К сожалению, я не очень долго там пробыл, всего лишь три месяца. И 7 апреля я при очередной боевой задаче наступил на противопехотную мину. Подорвался, контузило. И вот перевязать себя не мог сам, перетянуть жгутом, потому что у меня вся левая сторона была перебита, а я еще и на левую сторону при этом упал. Ждал, пока меня товарищи в этот счет. Взну сохранял спокойствие, естественно, ничего не кричал, не въезжал. Меня вытащили товарищи, три товарища меня вытаскивал, боевых, даже не товарищи, это братья мои. Черный, Гогоша и Рома. Вытащили, все, перевязали, уколы сделали и отправили на эвакуацию. Пока Саша лечился в госпитале имени Бурденко, дома его ждали родители, брат с сестрой, племянники и супруга Анна, с которой они поженились прямо во время Сашиной службы. История любви развивалась стремительно, другого слова и не подобрать. Познакомились 1 октября, 8 октября я ушел туда. И вот в марте уже женились, быстро все так. Приехал в отпуск первый, женился и быстро свадьбу отыграли. Ну, скромную такую, конечно, но отыграли. И вот после свадьбы я сразу обратно уехал, не стал брать 10 суток отпуска, потому что парни, мужики ждали, людей не хватает все равно. Александр Ткаченко награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом 4-й степени. Уже год он восстанавливается дома. Освоил протез, но костыли и коляска в разных ситуациях все равно нужны. К сожалению, пандуса у подъезда дома, где живет герой, пока нет. Коляска, ну, все равно, когда долго находишься в протезе, устаешь. А нога правая и так, она сильно нагружена. Все равно, даже если протез есть, так дома, на улицу иногда ухожу тоже на коляске. Саша любит рыбалку. Сейчас как раз начался сезон. Водит машину. Это значительно облегчает жизнь. Планирует найти работу. Хоть СВО и оставило на судьбе молодого парня нестираемый след, Хочется пожелать, чтобы сбылись все его планы на мирную жизнь. Ну, планы на жизнь какие? Жить, радоваться, что, работать, детей, может, сейчас в скором времени там посмотрим. Ну, детишек, да, хочется. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.